Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Никлухом Апфлай. Я сегодня в Воронеже на самом большом плашинном рынке Черноземья. Давайте походим, посмотрим, может, что интересного найдем. Здесь занимает достаточно большое пространство. Ну, иногда вот здесь еще стоит, наверное, на улице стоят, как попадешь. Ну, вот сегодня не очень много людей. Может, из-за жары. Вообще СССР называется. Ох, люблю такие вот штучки, дрючки. Три копейки. Бритвы всякие. Короче, все подряд. Ух, бритва, конец тебе. Забавно, да, друзья? Прям игрушечный рай называется. Такие игрушки. Куча кукол. А почем куклы вот такие? Ну, так, в среднем. От 50 до 300 рублей кукла. Мягкие игрушки. Вот и бедолажные вообще. Ну, с другой стороны, такой вариант лучше, чем умереть где-нибудь возле подъезда. Куча тряпок. И смотрите, какие прикольные советские рюкзачки. Недорогие. По 200 рублей всего. О, смотрите, воздушка. А сколько воздушка стоит? Семь. А? Семь. Семь? Прям новая. Хорошая. А гармошка сколько? Восемь тысяч. Вон, вот такой куча инструмента аккуратно разложенного. Смотрите, друзья. О, вообще, Sega Mega Drive 16 бит. Интересно, рабочий. Вот, ремонтировалась даже. Какой год. Вот, непонятен. 2001. Вносительно современные. Чем мне нравится рынок в Воронеже? Тем, что здесь продают боеприпасы. Вот здесь всякая капанина военная, гильзы. Серьезно? А, да, кстати. А почем вот бутылка сколько стоит одна? 50 рублей. А ящик? А если ящик, то ящик в подарок. Ящик в подарок, если берешь все бутылки. Блин, да, такой уж не найти. Так, ну, это пышная обувь, одежда. Ну, лично меня это мало интересует. Мне больше какие-то вещички. Вещички, игрушки, что-то, что дарит воспоминания о нашем беззаботном детстве. Вот еще одно красное место. Что у нас тут? Инструмент прикольный. Я был здесь где-то полгода назад. Этот нож здесь так и лежал. Так и лежит. О, смотрите, целый чемодан часов. Реально, вообще. Охренеть. Вот это прикольно. А почем часы такие вот у вас? А? Нерабочие 500, да? А они тут все нерабочие? Монтана. А, ну да, тут видно. По 500 рублей. А это что? Это Casio тоже нерабочие. Да, ну прикольно. Ну, не знаю, 500 рублей. Ну, кстати, есть и рабочие. Смотрите, как проверяем Casio. У меня оригинальные Casio. Мастер-класс по проверке Casio. Берем Casio. Любые. Нажимаем вот эту кнопку долго. Смотрите, что происходит. Появляется надпись Casio. Соответственно, берем вот эти Casio и нажимаем вот эту кнопку долго. Если появится Casio, то оригинал. Ну, появилась? Нет. Китайская проделка. Так, снова игрушки. Но это такие. Хотя нет. Посмотрите. Прям из-за оттуда. По 100 рублей вот такие шненькие. В детстве тоже такие были. Обожал их вообще. Железные тяжелища. Ну, это все. Снова чемодан с игрушками. Будем искать сокровища. Место. Стереоскоп. Помните такой? А, солдатики клевые, смотрите. Ну, сейчас что-то непонятно. Ах ты, большие. У меня была целая коллекция таких больших. Прям любил их. Ну, им непонятно было, как играть. А сколько такие вот большие солдатики стоят? 250 рублей. 250 рублей. Да, такие вот плоские. Бесили всех. О, а тут красота из СССР. То, чем были наполнены маминой и бабушки. Эти серванты. Ну, приятно, когда вот, да, вот там вот грязь валяется. А тут прям все помыто и симпатично. Даже подойти приятно. Елочные игрушки, кстати, друзья. Многие думают, что советские елочные игрушки дорогущие. На самом деле нет. Цена 25, 30, 50, ну, максимум 100 рублей. Так, тут все систематизировано. Там инструменты. Тут кухонная утварь. И тут игрушки. Арбалета нашел. Тут всякая электроника. Но ничего интересного, кстати. У тебя гармошка приятненькая. Старик, ей лет сто может быть, кстати, вполне. Смотрите, прикол, друзья. Тут рядом бракурина и чья-то нога. А вот тут бракурина. Ну, классно. Здесь прям вот игрушки, да? И вот прям наши. Сегодня уж такие видели. Большие. ГДРовские. Мне кажется, это ГДРовские. Хотя, не знаю. Пишите в комментариях, друзья. Книжки, которые меня интересуют в меньшей степени. Вот открыточки. И это прикольно. Ой, смотрите. Они еще дешевейшие. Они прям нереально. О, вот такие вот. Помните, друзья? Открытки всего по 10 рублей. Они все, кстати, подписаны. Это кто-то собирал. Открытки прям. О, вот класс она. Вот она прям. Настоящий. Вы знаете, где эта белка была? Подождите. Класс, да? Пузырьки. Многие находят пузырьки. Они, на самом деле, не очень дорогие, но и не дешевые. 300 рублей, например. 350. Ну, это все, по-моему, одинаково. 200. Вот. Управить. Старенькая. 800. Так. Флаконы. Давайте смотреть. 250. Столичная водка. Мату. Восстановление цвета. 150. Тоже самое. 150. А третий какой. И чемодан самый прикольный. И мебелюшка. Я такой не видел, кстати, никогда. Интересный. Вот это интересный стыдник. Смотрите, друзья. Тут прям капонина. Да? Ножики. Советские. В ужасающем состоянии. Ну, мне кажется, я смотрел, когда ты выходишь. Вот такую штуку нашел. Прям приятненько. А вот это вот можно восстанавливать вполне. Нет. Что такое? Тоже нож какой-то. Я, кстати, хочу себе найти рабочую Монтану. Это было бы прикольно. А здесь нет такой. Монетки советские. А сколько стоят монетки? Ну, вот эти. Вот 5 копеек. По 50 рублей. О, снова из детства. Кто помнит такие часики, друзья. Я недавно такие в Рипске находил на рынке. Точно такие же. Весы. Детский вентилятор. О, такие у нас были в садике. Нам их выдавали на праздники. И потом они лежали на полочке. У кого такое было? Ощущение, что вот то, что здесь. Это украдено с какого-то советского садика. Во-первых, флажки. Во-вторых, вот эта игра. Помните, тоже в садиках была? Прям новая, запечатанная. Когда надо было ловить кольца на эти шпажки. Ну, вот этими шпажками тролись, как крыльцы. Немного советской посудки. На вся дешевая. Тут тоже по 10-20 рублей. Вот интересных. Ну, прям, чтобы симпатичных. Я не вижу. Вот это интересная вещь. Это микрофон. Микрофон в автобусе остановки объявлять. Ну, у нас такие были. Я прям мечтал о таком, чтобы петь у него, как Пугачёва. Вон, такую вот штуку. Паретку можно встретить. Это... Ну, самоделка, понятно. Электроприялка. Видели такую? Я встречал. У меня знакомый. Такой сооружил когда-то для бабушки. Вот такой вот, друзья, рынок в Воронеже. Если будете в этом городе, обязательно приезжайте. Сегодня, кстати, не очень много здесь людей. Наверное, жара. Или, может, мы поздно приехали. В общем, как найти. А в навигаторе вбиваете больницу БСМП. Она вот она. Паркуетесь возле больницы. Переходите дорогу. И вы, собственно, на рынке. Это был Миклух Макфлай. Пишите в комментариях, друзья, что вы об этом думаете. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока.